Привет, друзья мои, меня зовут Александр, я репетитор гитары, и в этом видео я хочу показать вам несколько, а именно шесть очень полезных упражнений, которые развивают пальцы левой руки. Как вы понимаете, в силу функциональной нагрузки, строения, пальцы имеют разную силу. Ну, например, однозначно указательный палец, он более сильный и ловкий, по сравнению, скажем, с безымянным. И во время игры на гитаре это сказывается во время исполнения определенных пассажей, даже во время того, когда вы играете те или иные несложные даже аккорды. Так вот, задача этих шести упражнений будет заключаться в том, чтобы постараться нам с вами развить максимально одинаковую координацию и, соответственно, силу игры пальцами левой руки. Начнем мы с простого первого упражнения, все они идентичны, будут эти упражнения друг к другу, но не обманывайтесь их простотой. Даже несмотря на то, что они вам будут казаться очень простыми, если вы возьмете в руки гитару и поиграете, вы почувствуете сразу после того, как вы поиграли парочку упражнений, что пальцы начинают подуставать, но в то же время они становятся более сильными и ловкими. Итак, начинаем. Ну, к примеру, мы возьмем, давайте, с седьмого лада поиграем. И эти упражнения можно играть не только с седьмого лада, но и практически на любом ладу гитары. Я рекомендую играть вот этот вот набор упражнений, ну, начиная, скажем, с седьмого лада и двигаться на шестом ладу, сыграть на пятом ладу, на четвертом, на третьем, на втором и на первом. Сейчас вы поймете, о чем идет речь, потому что мы все их будем играть в одной и той же позиции, все эти шесть упражнений. Значит, первое упражнение, оно относится к указательному и среднему пальцу, вот к этим пальцам. Нам нужно с вами поочередно пройти по всем струнам вверх и вниз. Каким образом я рекомендую играть? Когда играете, делаете акцент, например, когда вверх поднимаетесь, вот с нижних ноточек наверх, я делаю акцент на указательный палец. А когда спускаюсь, я как бы условно смещаю акцент на второй палец. Вот у нас, получается, наверх мы поднялись на указательном пальце. И вот вниз, когда спускаемся, уже эстафету перенимает у нас второй палец. Рекомендую начать это упражнение играть очень медленно, не торопясь, чтобы каждый звук был максимально чисто извлекаем. Для этого нужно просто-напросто пальчики помещать как можно ближе к ладовым порожкам. Не прямо на сами вот эти скобы металлические, а как можно ближе. То есть, если вы на седьмом ладу играете, значит, ближе к седьмому ладовому порожку. Вот. И не играйте слишком быстро. Нам главное сейчас разработать вот эти вот мышцы. И еще не нужно пальцы сильно вот так вот друг от дружки убирать. Играйте максимально компактно, чтобы пальцы были рядышком. Правой рукой я рекомендую играть с пальцами и М для начала. Мы на пятой, на шестой струне можем играть просто у нас. Вот большой палец висит в воздухе. А вот я, когда подхожу к четвертой струне, у меня палец большой ставится на шестую струну и уже опирается. А потом, когда мы, соответственно, поднимаемся вот по четвертой, я проиграл, поднимаем немножко палец. По пятой и по шестой уже палец висит в воздухе. Вот таким же образом рекомендую и вам играть. Значит, это первое упражнение, которое развивает у нас функциональную нагрузку первых пальцев. Первого и второго. Следующее упражнение аналогично. У нас указательный палец находится на седьмой позиции, но им мы не играем. А играем мы с вами по восьмому и девятому ладам вторым и третьим пальцами. Аналогично. Тоже мы смещаем доли. Это все условно, конечно, может быть, на слух это и незаметно. Можете это и не применять в своей практике. Но мне, например, так удобнее мыслить, что у меня сильный удар приходится, когда я поднимаюсь на первую долю, а потом, когда спускаюсь, уже у нас получается на следующий палец смещается акцент. Это упражнение развивает следующую группу мышц, которые помогают нам играть вторым и третьим пальчиком. Это второе упражнение. Третье упражнение. Вы когда тоже находитесь в седьмой позиции, но уже играете не первым, вторым и не вторым, третьим, а играете третьим и четвертыми пальцами. Вот таким вот образом. Тоже аналогично вы играете. Старайтесь сильно быстро не играть. Главное, чтобы у вас потихонечку чистота звука вырабатывалась. Я не знаю, может быть, микрофончик немножечко далековато, сильно и не слышно. Но, надеюсь, что понятно, о чем идет речь. Играйте третьими и четвертыми пальцами. Получается, вы равномерно развиваете вот эту вот группу мышц, следующую и следующую. И у вас уже более-менее выравнивается ловкость и сила нажатия и указательным, и, скажем, безымянным и мизинцем пальцами. Это первые три упражнения. Мы их как бы условно разделим до первой тройкой и вторая тройка упражнений. Значит, поиграйте эту тройку упражнений. Можете поиграть ее. Вот поиграли с седьмой позиции, потом играете на шестой позиции. Потом, значит, второй, третий у нас пальчики играют на шестой позиции. И, соответственно, там можете уже спуститься, мизинец и безымянный. На шестой, потом на пятой позиции поиграли. Ну и там на четвертой, на третьей и так далее. Спускаетесь уже, повторять объяснять все не буду, потому что и так все ясно, я думаю. Значит, это у нас тройка упражнений из первой группы. Теперь вторая тройка, вторая группа упражнений. Каким образом теперь мы играем? Теперь мы играем не первым и вторым пальцами, а первым и третьим. То есть развиваем вот это вот движение. Первый, третий. Вот мы тоже взяли на седьмом ладу. Вы можете там с пятого начать с шестого. Но удобнее с седьмого, потому что будем двигаться потихонечку вниз. Значит, первый и третий пальцы. Следующее упражнение. Первый и четвертый пальцы. То есть вы развиваете вот это вот движение указательного и мизинчика. И, соответственно, играете не, скажем, не седьмой-девятый, а седьмой-десятый уже лады, получается, у нас. Вот это вот упражнение, не торопясь, отрабатываем каждый звук, чтобы он идеально был чистеньким. Вот. Значит, поиграли вот это упражнение, это второе упражнение. И, наконец, третье упражнение из второй группы. Оно заключается в том, чтобы вы развивали уже движение второго и четвертого пальца. Вот эти вот мышцы, получается. Вот. Поиграли в одной позиции, в седьмой, потом смещаете в шестую. Почему я рекомендую еще не только на одной позиции играть все эти упражнения, но и в разных позициях? Потому что, как вы заметили, расстояние между ладовыми порожками у нас на шейке грифа гитары различные. Вот на этой накладке. Здесь у нас поближе лады находятся. Здесь у нас, соответственно, находятся они дальше друг от друга. Расстояние пошире между ладовыми порожками. И, соответственно, когда вы спускаетесь вниз, у вас более широко расставлены пальцы. Когда поднимаетесь наверх, они более близко лежат друг к другу. Вот. Поиграйте вот эти вот шесть упражнений. Это как бы группа такая упражнений. И вы почувствуете буквально в этот же или на следующий день, как у вас начинают функционировать пальцы. Вы намного легче будете играть технически сложные пассажи. Да и любой аккорд вам уже будет попроще брать. Будь то он с растяжкой или без растяжки. Так что очень рекомендую эти упражнения. Еще раз говорю, они с одной стороны простые, с другой стороны не такие уж и простые, как они кажутся на первый взгляд. Рекомендую играть этот блок упражнений ежедневно. Хотя бы по одному разу, там на двух-трех ладах пройдитесь. Уже это будет классная вам помощь и продвижение в освоении гитары. На этом хочу закончить это видео. Надеюсь, что вам этот урок небольшой понравился. Если он действительно вам понравился и показался полезным, обязательно ставим лайк, делимся с друзьями. А если еще не подписаны на канал, подписываемся и будем встречаться в очередных видео уроках. С вами был ваш Александр. Всего доброго. Пока и добро пожаловать ко мне в уроке по программе Skype. Субтитры сделал DimaTorzok